Десятая городская больница в Хабаровске поэтапно возвращается к доковидному режиму работы. Это учреждение ровно год назад первым в Хабаровском крае начало принимать зараженных коронавирусом. Сейчас заболеваемость снижается. К выходу из режима ковид готовят главный корпус больницы. Репортаж Ирины Забродиной. Мы сейчас находимся в чистой зоне главного корпуса. Ранее здесь располагалось пульмонологическое отделение. Мы организовали здесь шлюз, где сотрудники надевают защитную одежду. И через шлюз они заходят уже непосредственно в красную зону. В красную зону готовится зайти Михаил Эсмай-Навичус. В доковидное время трудился в хирургическом отделении. Когда узнал, что вся больница станет ковидным госпиталем, продолжил работать хирургом, но уже по совместительству. Я свою больницу не брошу. Все равно, работая здесь, занимаемся и экстренной хирургической помощью. Например, те же самые трахеостомии, мы накладываем просто ежедневно. И с каждой ситуацией получаем опыт. Не скрывая, от борьбы с ковидом устал. И не только он, весь коллектив готовы вернуться к своему профилю. Каждые четыре часа мы переодеваемся вот так вот. Уже просто устали от этих переодеваний и хотим вернуться к обычной работе. Мы все ждем уже этого. Не тождемся, пока это все закончится. В бывшем пульмонологическом отделении красная зона номер три. Заведующий Игорь Юрасов. В доковидное время заведующий гинекологическим отделением. Это главный корпус, который состоит из очень многих отделений. Это терапия, хирургия. То есть все врачи прошли учебу. Они перепрофилировались на врачей-инфекционистов. То есть в принципе врачи не своей специальности, помогают лечь от больных в скорой больнице. Если честно, мечта вернуться в нормальное русло, так скажем, жизни. И заниматься своей любимой профессией. Почти год десятая больница работает как ковидный госпиталь. В пик второй волны пандемии, который пришелся на ноябрь-декабрь, здесь было развернуто 630 коек. С начала этого года заболеваемость пошла на спад. Тяжелые пациенты есть. У нас полностью занята реанимация. Но общее количество больных, оно, конечно, снижается. Они первыми стали принимать зараженных и первыми приняли участие в вакцинации от коронавируса еще в сентябре. Теперь уже могут проанализировать ее действия. Ни одного заболевшего среди медиков. А раньше были случаи и повторного заражения. Мы, как никто другой, знаем, что такое коронавирус и какие риски унесет для жизни и здоровья. И мы приняли для себя решение, мы вакцинировались. Поэтому и я рекомендую всем принять такое же решение. Мы не знаем, что будет дальше. Это новая инфекция, которая показала себя как крайне тяжелая и сложная инфекция. Сегодня в ковид-госпитале 10-й горбольницы занято 250 коек. Количество пациентов снизилось более чем в два раза. После тщательной обработки в главном корпусе заработают востребованные отделения. Урология, хирургия, гинекология, офтальмология и другие. Три остальных корпуса пока останутся ковидными. Ирина Забродина, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния».